Всем привет! Как начинается утро понедельника у вас? У меня оно начинается с поездки ранним утром понедельника на одно из самых знаменитых кладбищ города Токио Причем знаменито оно больше за пределами Японии Почему? Сегодня я вам об этом расскажу Ну вот я добрался до станции Тама, где находится кладбище Зачем я сюда приехал? На кладбище буквально вчера ночью часов в 11 мне обратились из России, попросили снять видео про это кладбище Зачем им это кладбище? Здесь просто находится могила известного русского шпиона в Японии Зорги, сейчас точнее я сейчас забыл как его зовут Зорги раз в год я знаю русскоязычное сообщество собирается граждане России собираются, ходят на могилу, убирают следят за могилой и также приносят цветы По пути со станции очень много вот таких вот было небольших магазинов, которые предоставляют услуги ритуальные и также вот видите цветочки стоят в ведерках Пойдем поближе Цветочки в ведерках, кто хоть идет на могилу, может купить здесь цветы Стоят они вот такие вот букеты около 5-6 долларов Сам район такой конечно спокойный Не связано это с могилами, просто это далеко от Токио, от Шинджику Ну получается от станции Токио я ехал около часа Довольно далеко, по карте посмотрите где это находится Сейчас мы найдем главный выход, центральный вход точнее И зайдем будем искать Вот так находятся, выглядят дома Японской глубинки Людей как обычно нет Понедельник утро, все на работах На работе работают, поэтому такие спальные районы в основном пустые Тишина здесь И даже дети не играют, потому что они все в школах, в садиках Все заняты тоже делами На улице практически никто не ходит Только иностранцы с камерами, которые ходят и постоянно что-то снимают и разговаривают с камерами Кладбище оказалось больше, чем я думал Вот такое оно большое Я нахожусь сейчас вот здесь Спасибо Википедии И я думал, что мне придется ходить искать Спасибо Википедии Я нашел, что оно находится в 17 зоне И где-то вот в этом районе Там точнее сейчас дойдем и посмотрим Вот так вот выглядит территория огромная Там идут какие-то ремонтные работы Какое-то дерево Так, мы сейчас пройдем Машины, машины Да, сюда можно на своем автомобиле заезжать Видно, в определенных зонах есть парковки Для того, чтобы оставлять свои автомобили Сейчас мы быстро дойдем И попробуем быстро найти Вот здесь вот какой-то мемориал Наверное Нужно будет поближе снять, посмотреть У меня небольшая остановка Кладбище очень большое Поэтому до этого у меня была маленькая линза Без зумов пришлось поменять С большим зумом Так как нужно снимать людей Прохожих А японцы особо не любят Когда их снимают Поэтому будем снимать их издалека Я сейчас шел и понял Что здесь, оказывается, есть разделенности Разделение на кладбище Даже по Ну, не национальностям То есть японцы и иностранцы И я сейчас иду к 17-й зоне Это первая И здесь написано, что это зона первая Зона иностранцев И здесь очень интересно то, что получается Есть вот мусульманские могилы Видите? Мусульманские могилы И рядом можно сразу увидеть православную Вот, к примеру, видите? То есть здесь идиллия Никто ни с кем не спорит Не решает Все Все мирно на одной территории находятся Вот здесь вот, смотрите Вот Александр Токеда 52-го года Вот Интересное разделение Даже не знал Что здесь есть Зоны только для иностранцев И рядом сразу вот Зона опять Японская Здесь чисто японские могилы В японском стиле Так, нам Мне еще довольно долго идти Что-то я не рассчитал расстояние Как это мы отходим С только у первой зоны Мне нужна 17-я зона Так Где я нахожусь? Да, я вот видите Нахожусь около первой Мне еще вот так идти До 17-й Ну, в принципе, не так далеко Но на автомобиле было бы быстрее Да, интересно, что Здесь на некоторых Могилах Даже деревья отдельно Видно сажают Может, сами родственники Вот здесь, видите Вот пальма Растет Около этой могиле Причем разные деревья Пальма Вот там вроде Сакура Вот здесь Вот здесь, смотрите, тоже А это слива Причем слива Она уже Начинает цвести Начало февраля А слива уже Зацветает Здесь Вообще, на Японских кладбищах Нет такого Традиции Делать Какие-то большие Там памятники Фотографии Портреты Вешать Потому что Одна могила Она принадлежит Семье И там Ставится прах Нескольких Членов семей В одном месте Но здесь Видите Вот такая вот Большая могила Там даже Небольшая Статуя Стоит Да, и что касается Иностранных Территорий Мусульманов Православных У кого Какие бы традиции Не были Но в Японии Хоронить Тело Нельзя Поэтому Обязательно Проходит Процесс Кремации И потом Уже Сам прах Хоронят На кладбище То есть Если в японской Да В японском стандарте То Он Внутри Вот этой Плиты Находится Скорее всего Мусульмане Православные Католики Они Прах Закапывают В землю Или может Там создается Какая-то ячейка Под землей Куда Кладут Емкость С прахом Да, что же Касается Кладбища Очень часто На больших Японских Кладбищах Высаженное Большое количество Деревьев Сакуры К примеру Вот как здесь Каждая большая улица Вдоль нее Высаженные Деревья Сакура И поэтому Если вы будете Весной На Сакуру И Рядом с вами Где-нибудь Находится Большое Кладбище То это Одно из мест Куда можно Сходить Полюбоваться Сакурой Здесь будет Тихо Спокойно И Мало Людей Потому что Раскладывать Расстилать Силажи Нельзя Поэтому Все ходят Здесь Просто Любуются Сакурой А вот еще Интересно Смотрите Могила В японском Стиле Стоит По центру Большая Плита Написано На японском Кокуни Нэму Ру Ну Что значит Здесь Буду спать Здесь Буду спать И С двух сторон Таблички С именами Видно Вот изначально Вот эта Табличка Изначально Это первая Семья Здесь Очень С давних Времен Даты Стоят Есть Кто До 90 Лет Доживал До 93 Есть К сожалению Печальные Один годик При рождении И вот Здесь Видно Может Это Продолжение Рода Потому что Фамилия Немного Другая Может Брата Или Какого-то То есть Они решили На одной Территории И вот Здесь Тоже Есть Даты Такой Вот Интересный Японском Стиле Поэтому Наверное Более Практично Нежели Наши Потому что Наше Кладбище Один Человек Занимает Большую Территорию И Опять же Хоронить Бывает На одном Кладбище Похоронили Несколько Человек А уже На этом Кладбище Нет Мест Поэтому Других Родственников Там Родных Хоронят На другом Кладбище А здесь В принципе У японцев Такой Практичный Подход Одна Территория И прах Всех Членов Семьи Десятилетиями Столетиями Хоронят Складут В одном Месте Пишите В комментариях Как вы Относитесь Вот Такому Японскому Подходу Дошел я До Семнадцатой Зоны Там Получается Семнадцатая Зона Первый Первый Квадрат Двадцать Первый Ряд Вроде Я его Нашел Где-то Могила Должна быть Здесь Вот так Выглядит Территория Где Где Находится Могила Она Должна Быть Или Справа Или Слева По фотографиям Я помню Что она Была Черная Плита Здесь Вот Свободная Под сдачу Новое место Осободилось Интересно Конечно Как работает Япония Система Возможно Когда Родственники Передают Перестают Оплачивать За аренду Земли Потому что Землю Вы покупаете А потом Платите Чтобы ухаживали Видно Как аренда Все остальное И видно В какой-то момент Когда Перестает Поступать Оплата Могилу Убирают А прах Который Находится Внутри Убирают В отдельное Место Складывают Где Хранятся Прах Тех У кого Нет денег На отдельное Место И есть Наверное Первое Вначале Увидели Круглое Здание Вон там Наверное Хранится Емкость Из праха А вот Она Могила Рихарда Зорги Вот так Она выглядит Церритория В японском Кстати Стиле Здесь Посажены Два Куста Деревьев К сожалению Нету Здесь Одна Плита На японском Написано Здесь Кстати Написано Вроде Как Как я понимаю Имена Его Друзей Коллег Которые Работали В Японии И помогали Ему проводить Развед Деятельность Здесь Плита Наверное Какое-то Сообщение Текст От Жены И Главная Плита Здесь Написано Первое Идет Ищи Здесь На табличке Написано Герой Советского Союза Рихард Зорги Ниже Имя Жены Ищи Ханако Наверное Если Правильно Прочитал Друглифы И Ниже В камне Выбито Его Имя На Японской Катакане Лихард Зорги И Также Я понимаю На немецком Его Имя Годы Жизни 1895 1844 Вот К сожалению Сейчас Видно На Новый Год Или После Нового Года Приносили Гвоздики Но Они Высохли Так Вкратце Расскажу Кто Не знает Кто Такой Рихард Зорги Это Японский Разведчик Японский Советский Разведчик Который Сначала Работал В Германии Последние Годы С 30-х Вроде Годов Он Работал В качестве Советского Разведчика На территории Японии И Был Одним Из Разведчиков Который Доставлял Важную Информацию Перед тем Как Началась Вторая Мировая Война Перед тем Как Германия Напала На Советский Союз И Практически На протяжении Всей Войны Единственное В 44-м Году Японская Контрразведка Разоблачила Советскую Группу И Большинство Вроде Арестовали И Приговорили Большинство Членов Разведгруппки К смертной Казни Так вот Рихард Зорге Погиб Был казнен Через Повешение В 44-м Году После того Как ему Вынесли Смертный Приговор Первое Время Прах Его Жена Хранила Дома Ну а Потом Вот Похоронили На Кладбище Тамо Которое Находится В Токио Да Интересно Что Жена Рихарда Зорге Решила Похоронить Его На Кладбище В японском Стиле На Японской Территории Потому что Здесь Вот Видите Только Могилы Японцев До Этого Я показывал Есть Зоны Для Иностранцев Где Могилы Оформлены Ну вот Жена Рихарда Сорге Решила Оформить Его Могилу В таком Стиле Ну а Я Сделал Необходимые Кадры Которые У меня Запросило Телевидение России Или Какая Организация Я точно Не знаю И пойду Дальше Ну давайте Немного Пройдемся По Самому Кладбищу И Посмотрим Как Выглядят Его Другие Зоны Очень Интересная Мусорка Ой Мусорка Музыка Говорю Ездит Какой-то Вон там Трак Вдоль Кладбищей Возможно Собирает Электронику Сломанную Или Возможно Что-то Продает Да Людей Практически Нет Очень Редко Кто-то Проходит Мимо Ну а Так Да В будни Вообще Возможно На выходных Здесь Людей Побольше В будни Прям Тишина Так Вот там Есть Там Вроде Мужчина Следит Моет Памятники Возможно За Отдельную Плату Время от Времени Очень Хорошо Чистит Могилу Сейчас Вот там Мы Мимо Пройдем Я видел Где-то Так Вот здесь Смотрите Тут Новое Готовят Место Для Новой Вот видите Как делают Такой фундамент Бетонный И Небольшое Место Куда Поставить Сверху Плита И возможно Вот там Хранится Как раз Прах Так Вот здесь Вот Был Мужчина Он куда-то Ушел Сейчас Обеденное Время Наверное Пошел Обедать Но Вот Его Сумка Инструменты И Вот Он Очищал Вот Это Смотрите Мрамор Белый Просто Камень Блестит У него Здесь Большое Количество Средств Щеток И Он Полностью Чистит Плиту Ну Пошел На обед Вернется Будет Дальше Очищать Вот так Вот следят Могилами В Японии Ну Здесь Есть Какие-то Вот Видно Заброшенные Давно Родственники Возможно Оплачивают Но Не приходят Дополнительно Не следят Кстати Здесь Видели На моей Агиле Зорги Были Уже Высохшие Гвоздики Их Вот этот Высохшие Цветы Растения Листья Все Можно Собирать И Выкидывать Сюда Есть Определенное Место В каждой Зоне Куда Родственники Кто ухаживает За могилой Могут Прийти И Выбросить Весь Мусор С Могил Да Именно Цветы Такое Растение Обычный Мусор Там Пластик Выкидывать Нельзя Вот так Кстати Выглядит Карта 17 Зоны Видите Здесь Такая Территория Пронумерована Есть Знаки Где есть Кран И Красные Точки С белым Это те Места Куда Можно Выбрасывать Засохшие Цветы Как вы уже Поняли Кладбище В Японии Это Спокойное И Наверное Даже Красивое Место Особенно Ранней Весной Когда Цветет Японская Слива И Сакура Сакура Здесь Очень Много Также Это Место Где Можно Выгулять Собаку Погулять По Кладбищу С детьми Всей Семьей Или Совершить Пробежку С одной Стороны Кладбища До В обеденное Время Приезжают Работники Таксисты Чтобы Пообедать Или Просто Сделать Зарядку Лишь Вдалеке Можно Услышать Как Монах Читает Молитву И это Нормально Вы можете Спокойно Гулять Никто Вам Ничего Не Скажет Если Если Вы Будете Жить В Японии Или Приедете Как Турист Советую Вам Заглянуть На такое Кладбище Прогуляться По нему Чтобы Понять Глубже Японскую Культуру И Менталитет Японцев И То Как Они Относятся К смерти И К процессу Захоронения В целом Ну Вот Так Вот Подошла К концу Наша Незапланированная Прогулка На Кладбище Там В Токио К Могиле Советского Разведчика Ну А сейчас Я отправляюсь Назад В Токио Смотрите Здесь По дороге Кстати Увидел Видно Мастер Специализируется На Или Специализируется Или Он Создает Вот Эти Ведра Для Мытья Могил Или Он Ухаживает Есть Вот Имена То есть Когда у вас Есть Своя Могила Не Своя Вашей Семьи Есть Могила То У вас Вот Именная Чашка Которую Ведерка Такое Которое Вы Используете Для Того Чтобы Мыть Плиту Вот Не пойму Он Или делает Или он Ходит На Кладбище И ухаживает За могилами Ладно Пойдемте На станцию Посмотрим Как Люди Здесь Живут Вот Смотрите Там Кстати Небольшой Такой Вот Храм Заходить Мы Наверное Не будем И дальше Цветочки Продаются Цветы Кстати В Японии Не имеет Значения Количество Цветов В Букете У них Есть Определенные Цветы Которые Относят На могилу Здесь Да Очень Сложно Иностранцам Мы Которые Не знают Где Какие Цветы Для чего Можно Случайно Подарить Человеку Цветы Которые Исключительно Покупают Чтобы Относить На Кладбище Ну Такой Вот Райончик Здесь Спокойный Тихий Но Станция Рядом В принципе Магазины Все здесь Есть Клубосуточные Магазины Да По дороге На станцию Видите В основном Магазины Или компании Которые Специализируются На Ритуальных Услугах Ну Все Подошли Мы К станции Вот такой Вот Маленький Спокойный Тихий Райончик Здесь Вот тут Кстати Детский Сад Вот так Выглядит И Станция Тама Куда Мне Сейчас Нужно Будет Отправиться Ну Все На Сегодня Все Если Вы Первый Раз На Детский 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 Продолжение следует...